ПОДПИШИСЬ! Но думаю, что в этом матче он сыграет, скорее всего, именно в центре. Химки, первая атака правым флангом. Первая атака вообще в этом матче у Химок. И момент-то какой, ничего себе! А это знаешь, кто? А это да, это Тимур Касимов. 31 номер, вот тот самый молодой парнишка, который все сделал очень красиво в этом эпизоде. Корян, есть возможность, наверное, и пробить по воротам. Но убирает вот такое решение Корян. Руденко, один на один, удар. Оффсайд, офсайд, все спокойно. Хорошая атака получилась, очень качественная, и вертикальная, и классная передача Коряна. В тире Луки Модрича, да, так внешней стороной стопы. И сейчас снова, снова выйдут в чужие ворота. Классная передача, передача Руденко! Молтон выходит из ворот. Вот это момент! Вот это момент у Химок, который буквально из ничего вышел. Кто же такую передачу классную выполнил? Большим числом обороняются. Данилкин пробует пробить, и неплохо получается. Довольно у 15-го номера. Но все, все в этом эпизоде указывало на то, что нужно лупить из-за предела штрафной площади. Была большая разряженная зона перед центральным защитником последнего, хронологически последнего игрового сегмента Лиги Чемпионов. Об этом чуть позже. Аршак Корян, перехват на чуть-чуть половине поля. Корян. Передача не прошла все-таки на Данила Степанова. Тут неплохо забегал в штрафную площадь. Данил Степанов пятый, Лев Скворцов двадцать второй. Будто Магомедов девяносто седьмой. Равиль нет фурмы капитана команды пятьдесят второй. Опасная атака Химок. И абсолютный голевой момент. И есть первый мяч в нашем матче. Александр Руденко. На первой минуте второго тайма. Мяч зависает на штрафной. И надо добавить игрокам Макронос, Савичев. Не прошла первая передача. Погостов еще одна. Удар отбивает Клинок. Прямо перед собой Ёбахов. Один-один. Мамма миа. Что за начало второго тайма Килин? Эль Капитано забивается Акрона. Один-один. Вот смотри, Максим. Начинали составы Химок. Забили химчане. Продолжили составом Акрона. Забил Килин. Ну вот супер. Да, и атака получила затяжной. И у другой команды играет в центре обороны Руденко. Руденко. Да, и надо забивать. Один-один. Абсайда нет. И это привоз, друзья. Добрый вечер. Абрия Крона. И расстелили буквально два куска пополам игроки. Из Тольятти. И этим воспользовался. Я не успел разглядеть. Видел, что Руденко был там активен. Неужели Касимов? Да, да. Тур-патриат. 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 Тур-патриат забивает. Вот такой молодой человек. Так вот, терпение трудно все передрут. Да, не зря говорят. Долго ждал Касимов своего шанса. Второй. Да, я думаю, что очень серьезная такая работа. Тактическая. Предстоит забивать. Тур-патриат. Тур-патриат. Этот кардавал забитых мячей продолжается. Акрон сравнивает счеты. Здесь тоже не обошлось без Курьеза. Еще и рикошет нам, по-моему, был. Эльдарушев, да, забивает? Эльдарушев. А вот, Саид Эльдарушев. Шестой мяч свой в этом сезоне забивает. Вообще его лучший сезон хватало на эту матчу. Теперь их более чем достаточно. Еще момент перекладина. Ух ты! Кто это так подключился в атаку? Я так понимаю, что это 66-й номер, да? Лео Андраде пробил. Нам порой его показывают. Понция. Понция продавливает соперника. В штрафную входит удар. Ромухов отбивает. И за голову схватили сейчас кто вот там был рядом, да? Это тот же, по-моему, Погосов, да? И Данилин тоже были рядом. Борьбу верховую проиграл. И на этом все. Уважаемые зрители, Ронель Зияков дает финальный свисток в матче 18-го тура в Элбетку. Первая линия. Первая линия. Первая линия. Первая линия. Первая линия.